Альфа-банк! Альфа-банк! Только луки поднимите, пожалуйста. Кто считает, что Альфа-банк самый сильный бренд? Самый сильный бренд. Раз-два. У нас есть ли сотрудники других банков? Да, только на... По вам связь, да, видим. В России, если здесь представитель банков вообще первый вопрос. Реальный вопрос. Учит, какой бренд номер два? Какой бренд номер два? ВТБ. ВТБ. Открыгаем. За свои банки не голосовать. ВТБ. 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 Давайте, в общем, да. В принципе, мы за вас сделали эту работу. Ну, это основной локомотив. Мы сделали опрос среди брендинговых агентств, стация брендинговых агентств. И результаты у нас пришлись 9 голосов на Альфа-банк. Выложил? Специальный репископер. Там про любовь бренда хорошо написано было. В общем, да, у нас Альфа-банк и Сбербанк заняли лидирующие позиции. Открытие теников и третье место. Значит, хотел бы сказать о чем. Что бренд, во-первых, это не название, это не торговая марка, это не логотип, это не слоган, это не продукт и не упаковка. Это все атрибуты бренда, но это не является по сути брендом. Что тогда бренд? Бренд, в нашем понимании, все-таки это, в первую очередь, ваше отношение с вашими клиентами и отношение ваших клиентов к вам. Это опыт взаимодействия, вот, собственно, экспириенс дизайн этим и занимается. То есть, какой опыт мы выстраиваем с нашими потребителями. Это эмоции, потому что брендинг не может быть без эмоций. И банкам, как раз, как сегодня уже говорили, нужно больше и больше внедрять и дружить со своими клиентами. И, в конце концов, это уникальное целостное ощущение, которое еще конвертируется в хорошую стоимость. Собственно, и бренд равно ощущение, это основа нашего продукта, состоит, по сути, оно из двух фаз. Это опыт взаимодействия, когда вы что-то обещаете, ваш бренд что-то обещает вашим потребителям, но обещанием не завершается собственное действие и… Обещание значит жениться. Да, обещание значит жениться. И, собственно, дальше идет фаза подтверждения. И, по сути, на этой же истории строится и определенная последовательность работы по созданию и внедрению бренда. Стратегия, исследование, стратегия идентификация, коммуникация. Как правило, многие бреневые агентства заканчивают на этапе идентификации, максимум на коммуникации, там уже включается рекламное агентство. Но, с точки зрения потребителя, он только-только начинает что-то узнавать о вашем бренде или уже слышит новое обещание. Дальше он включается в процесс. И дальше, куда он приходит, в какое пространство. Это, собственно, ощущение вашего бренда. Как его обслужили, что он увидел, что он услышал, какие люди, собственно, с ним говорят, как они выглядят. И вплоть до того, как вовлекается он в процесс каких-то мероприятий, внутри событий и во мне. Соответственно, когда потребитель и ваш клиент проходит этот цикл взаимодействия с вашим брендом, когда обещание равно подтверждение, у него сразу повышается вот это ваше эмоциональное вовлечение в ваш бренд. И что, на самом деле, в нашем случае это большая редкость. Собственно, к слову, обещание. Я бы хотел задать тоже очень большой вопрос. Собственно, что обещает наша пятерка лидеров? Давайте начнем с Альфа. Что нам обещает Альфа-банк? Так.